Хочу запитать поляцы у пани Марички, чи повинны были украинцы, которых было замордовано, либо через гранатовые полицейские дивизии польской по стороне китлеровцев, чи хлопские батальоны по стороне НКВД, которые мордовали, вычинали тоже кодек детей и палили церкви и украинские хаты. Аппарат показывает фотографический аппарат, либо там коморка телефона, новочесная. А тут, в последнее, сделайте мне видение, когда меня уже забьете. Уже тут дети мои лежат, там кровь, всё время лечит. А потом, когда меня забейте, то сделайте мне вдохновение. И потом, простите, пожалуйста, это все приказать политикам, чтобы они сегодня имели удовольствие. То есть, на то бздеты, на то бздуры. Поверьте ваше слово, как можно полякам удовольствовать, что есть доводы, удовольствия, или они должны быть, или только о свидетелях, не отзывах, а этих святков, этих мордов на украинцах. Поверьте ваше слово. Ну, по-перше, скорее всего, в этих людей не было никаких способов сделать фотографии, не было аппарата, на что сделать. По-друге, скорее всего, не было кому сделать фотографии. Ну, и плюс, враховывая, какая это была трагедия для людей, даже если бы и было кому сделать, то через эту трагедию надо делать фотографии этих убийств, если это твои родители, односельцы, или что еще. Ну, то есть, доводы. Ну, понятно, что это, ну, через такой приказ я стараюсь удовольствовать все эти глупоты политиков, которые потребуют удовольствия на то, что был мертв на полях. Так, что ни с того ни с чего, ни с чего, ни с чего, ни с чего, ни с чего не могло бы быть. А для того, что был мертв и вычинание украинцев, через Ренце, кого, то уже панство справа, то выяснить. И вопрос тоже для пана Олежа, Олега. Как должны были украинцы, которых забили, которые в крови лежат, в доме, какие они, доводы, должны свои смерти показать свято, удовольствовать, тем более на польских территориях. Политики сейчас спрашивают и спрашивают о доводы, что вас забили. Ну, а я спросил пана Олежа, какой довод своей смерти украинцы могли дать для политиков в 2016 году? Ну, какие? Люди зрозумеют, если будут говорить украинское, да? Зрозумеют. Ковчутко так. Простые селены, люди, которые не имеют верхней освятии, которые не закончили никаких научных заплат, практических. Переважная количество населения имеет низкий уровень освяти. Первая причина. Другая причина. Процесс выживания, когда люди должны обеспечить себя и своих детей, свои родины элементарными засобами для существования. Житлом, самым простым одягом. И не потрапить вообще. Реальное существование на уровне выживания. Какие материальные доказы? Какие материальные доказы? Ну, например, аппараты фотографические. Может, им кто-то должен привезти камеры фотографические, НКВД, или англейцы в пачках. Какие украинцы. Утром фашистские, например. Так, украинцы. Какие аппараты фотографические. Камеры в каждой хаче. Прийдут до вас гранатовые дивизии, забивать вас, мордовать. За то, что вы украинцы. Ваша ирония... Ваша справа только задокументировать, что все для поляков, для политиков в 16-м году. Ну, в 16-м году сейчас. В мирный час, под час голодомора, мы могли... И для хлопских батальонов НКВД тоже. О! Мачено, Вютка, Псайсовский, оптика, лэнс. Теж. Повинны заинстальовывать в каждой хаче. Замонтовать, киды прийдут там, че персельовские, хлопские батальоны, звиродняльцев, вас забивать. Вы повинны то все задокументировать, зафиксовать, как крив, как в фильме, с жахом. Ну, как на то ответить для политиков? Ну, это беззлужие. Вы же фактически уже от половины это вопрос. Ну, так, так. Дякую. Но мы же можем еще раз это ответить, повторить, наглошать для политиков, чтобы для молодежи этой фуери, 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 в кайфе, в этой эйфории, экзальтации по приезду Франческо, в Голодомору, или Голодомору, до сих пор неведомо, какая кількость людей вмерла, или 3 миллиона, или 12 миллионов, или 8 миллионов. с украинской стороны. Но был такой Согринь, там где замордували украинцев, 80. Согринь. Но это 44-й год, и как будто был отвед. А то, что было в 41-м, в 69-м, хобские батальоны, гранатовые польские дивизии полицаев, которые разом со шестами мордували украинцев. Это произошло именно из-за этого, именно после расстрела это все произошло. Я так еще вышел, то только можем доводить. Когда расстреляли заручники, польские полицаи, после этого это все акция. До того, что оно держалось, как боевая ревновага была, а тут оно все пошло, все же украинские полицаи все вернулись с полиции после этого. Так? Да. Всех сняли, все пошли в УПА. После этого. После тех мордах на украинцев? Вот когда массовая интеллигенция тысяча или две тысячи заручников интеллигенции после этого все пошло. Украинские страны интеллигенции? По нарастающим. На кресах? Да. Эта же история есть акции документации, немецкие все исследования о том, что это больше детально. Спасибо. что это идеология в сердце и мышление поляков тоже супер популистичный. Таким, как на световых дни молодежи. что дети и остальные политики, которые не дети. Почему они уподобают себя с таким политикам, с такими знаниями политическими? Почему выбирают газетку выборчую для себя только те тематы и только те факты, которые им популистично будут помогать услышать свою верхность, свою пограду и пыху, и ощущение гордения над каким-то. только такую информацию они берут только внимание. Только то, что им допомогает популистично прибыть в этом настроении над другими, только так, только так, что они святы, и святы политики, которые им впечатляют эту святусть. И т.е. А решта их не не для этого и берем на политической арене полиски страды и популистичные псевдонационалисты мумба юмбы, на которых первое прежде начала повстания поливала АК, для того, чтобы здравить эту фалангу. Это страды, а страды никому не нужны при начинке какой-то акции. А тут есть мапа забойств польским партизанкам. На Хелмсцизне аккаунт Наши слова. Мапа мест, где были вынесены украинцы. подобрать мем 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 из мем 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 мем